Тупые бабушки, которые отшибают у людей интерес к храму, не являются показателем веры. Так получилось, но на ловца и зверь бежит. Подумайте, от чего так получилось. Не надо делать слишком быстрых выводов. Не надо делать слишком быстрых выводов по поводу веры. Понять веру непросто. Для этого нужно сердце свое искренне направить к Богу. Ладно, мои хорошие, тема сложная для понимания. Все, я думаю, все собрались. Организаторы у нас все собрались, да? У нас сегодня будет, как бы, такой серьезный день. Вы не расстраивайтесь, хорошо? Не расстраивайтесь, говорю. Хорошо? Давайте я вам мандаринку подарю. Ну, чтобы вы не расстраивались. Я просто не с вами говорю сейчас, а скорее больше тема такая сложная. Я ее поднял, ну, как бы, у меня нет при этом к вам вот какого-то плохого чувства. Ну, ладно, тогда поехали. Победа над судьбой – это сложная вещь. Она требует единства, очень серьезного включения многих людей. Мы будем включать… Я не православный человек, но у нас будет звучать православный хор. Почему? Потому что большинство людей здесь православных. Вот. Когда я приезжаю в Израиль, там звучит «Шма-Израэль» молитва. Когда я приезжаю в Китай, там звучит «Ом». Когда я приезжаю читать лекции в Алматы, там звучит «Намаз». Вот. И так далее. Или «Азан». Ну, то есть, у меня нет зацикленности на чем-то. Просто культура важна. Если здесь православная культура, то мы ее уважаем. Здесь, может быть, много неправославных людей, но мы включаем именно православные молитвы, потому что большинство людей православных. Это культура. Это нормально. Будет звучать молитва очень громко. И громкость звука нужна для того, чтобы приковать память. Память приковывается любовью и силой. Громкость звука означает силой. Когда память человека приковывается к молитве, то в этот момент начинается процесс победы над судьбой. Также активизация самого этого процесса очень сильно зависит от положения тела. Не просто сильно, а очень сильно. Поэтому есть разные положения тела, которые по-разному включают разум. Ну, то есть, когда человек болтается во время молитвы, вот так повторяет молитву, ходит или болтается, то в это время механизм, который приковывает память к звуку, не включается. Этот механизм связан с памятью и связан с разумом. Разум включается, когда человек не двигается. Понятно? Особенно, если это касается тех людей, которые еще не сильно много практиковали молитву, и у них нет большого опыта включения разума. Они не чувствуют этого процесса. У них нет понимания этих вещей. Поэтому само по себе неподвижное положение тела во время «я желаю всем счастья» процесса, который будет происходить у нас, имеет очень большое значение. Причем положения тела бывают разные. Бывают очень сильные положения тела, которые сильно включают судьбу, а бывают послабее. Вот, допустим, у вас стулья, там сзади есть дырка, да? Это значит, что вы можете одно из, по крайней мере, одно или два из тех положений тела, которые я вам покажу сейчас, можете занять. Кто из вас вот хочет показать положение тела? Ну, давайте сюда, которые можно использовать для молитвы. Первое положение тела можно использовать стоя по бокам зала, вот так везде. Так, чтобы не закрывать других людей. Вот, по крайней мере, вот здесь это, да, стоя, вот так прямо стоять. И повторять «я желаю всем счастья». Если зачешется щека, можно почесать. Ну, то есть неподвижно это не значит, что вы мучаетесь, как бы у вас чешется там что-то. И вы, как бы, не двигаетесь все равно. Почесать можно, ничего страшного. Вот. Все, это первое положение тела. Второе положение тела, а да, вот это первое, вот это первое, опять встаньте. Вот это первое положение тела, оно увеличивает терпение. В психике человека увеличивается терпение. Это значит, что если начальник матерится, ругается, злится на вас, а вам надо работать там, в этом месте, то вам надо научиться его терпеть. Терпеть означает не выходить из равновесия. Ну, вы, как бы, он вас не воет из равновесия. И вы, когда молитесь, вот в таком положении тела, славите Господа и думаете, мне это для того, чтобы начальника вытерпеть хотя бы, помоги мне, Господь. И вот это положение тела направляет энергию вашу, психическую, в терпение. Понятно? И вы можете потом начальника, он ругается, а вам по барабану. То есть терпите. Следующее положение тела дает возможность принимать. Вот, допустим, жену терпеть не надо, ее надо принять. Это означает, что вы ее вообще не терпите, вы к ней привыкли. Вот, стоя на коленях, вот это положение тела дает возможность принимать. Вот вы, в принципе, можете стоять на коленях на этих стульях. Вот встаньте кто-нибудь на колени. На стуле вот здесь вот возьмите, встаньте на колени. Не-не, там ноги назад выносятся. Встаньте, опа, не получится. Потому что вы будете закрывать за собой людей. Поэтому следующее положение тела, которое точно вы можете применять, это поза алмаза, видите, вы садитесь вниз. Вот теперь попробуйте сесть вот так, как он сидит на стуле. Вот так уже можно, потому что сзади вас люди меня будут видеть. Это положение тела, оно является ключевым в победе над судьбой, потому что вот это положение тела, оно как бы выдавливает судьбу из вашей жизни. Ну, то есть бывает, допустим, идет агрессивное воздействие на вас, вас хотят посадить в тюрьму там или выгнать с работы. И вы чувствуете, что нужно какое-то противостояние. И когда человек вот так вот сидит в позе алмаза, то он противостоит судьбе, у него появляются силы, возможность препятствовать процессу, который происходит. Копится такая сила внутри. И если вы, допустим, славите Господа, думаете о Боге, но при этом хотите, чтобы вас не выгнали с работы, для этого нужна какая-то сила, которая бы препятствовала этому. И вот эта сила, она копится вот в таком положении тела. Запомнили? Следующее положение тела, поза бабочки, предназначено для того, чтобы... Ну вот вы, к сожалению, на стуле не сможете занять такое положение тела, потому что у вас спинки мешают. Вот это положение тела предназначено для того, чтобы научиться жить в гармонии с людьми, с этим миром. Ну то есть оно, психику человека, гармонизирует с окружающим пространством. Это положение тела очень важно для тех, кто хочет зачать ребенка, как для мужчин, так же для женщин. Особенно для женщин, потому что вот это положение тела, оно нормализует работу гормональной функции у женщин. Потому что их работа гормональной функции очень сильно страдает от неприятия и нетерпения окружающего мира. Вот это положение тела увеличивает терпение, ну как увеличивает гармонизацию, то есть ты как бы всех понимать начинаешь, чувствовать по-доброму. Вот у мужчин пропадает вот это страстное желание женщины, ну тут половое вот это вот желание сильное, жгучее такое, оно успокаивается у мужчин в таком положении тела, а у женщин проходят болевые синдромы всякие во время месячных, и психика становится не такой обидчивой, ранимой. Поза бабочки. Следующее положение тела полулотос или лотос, это когда вы одну ногу забрасываете на другую, вот так вот примерно, полулотоса достаточно. Это положение тела предназначено для увеличения концентрации внимания. Память человека очень сильно приковывается к тому объекту, на который он хочет ее направить. Допустим, вы хотите сильно слушать молитву во время этого процесса. Вот такое положение тела усиливает ваши возможности многократно. Есть еще одно положение тела, это как бы, ну да, вот так вот. Оно отстраняет человека от раздражителей. Вот если человек в таком положении находится, он перестает беспокоиться. У него энергия беспокойства, раздражения от каких-то объектов проходит. И человек становится незаметным. Вот в таком положении тела, вот он сидит, а мне он не мешает уже сейчас. Других положений тел будет мешать, а вот в этом не мешает. Понятно, да? А? Это скрученная поза, ну такой легкий вариант. Как? Ну, люди не запомнят все равно. На санскрите не будем разговаривать с вами здесь. Ладно, все, можете идти. Вот это положение тела. Теперь следует поговорить нам о том, что вообще здесь будет в целом происходить. Мы с вами будем очень долго произносить каждое из четырех слов. Слово «я» первое. «Я» — это «я». Да? «Я» — это кто? Душа. Единственный звук, который больше всего связывает человека с душой, — это звук «ом». Этот звук, он направляет энергию внутрь, и энергия человека погружается все глубже, глубже в сердце и пытается достигнуть души. И в это время, когда энергия приближается к души, идет процесс втягивания энергии психической вообще. И вот в это время лучше всего стараться слушать хор, молитвы и в целом всех, кто повторяет что-то вокруг. Ну то есть, это нужно для того, чтобы… Опять сегодня в воде перекупался, зевая, расслабляет. Вот. Противно, да, смотреть? Нет? Вот, я когда повторяю… «Я» «Я» «О» «Ом» «Я» «Я» Ну то есть, мы повторяем «Я» — звук. В таком же настроении, как звук «ом». И в это время очень легко слушать те, кто молится. Слушать молитву. «О» «Я» «Я» Я как бы всасываю в себя звук молитвы. Понимаете? Нет? Посмотрите. Я. Это неправильно. Нужно отвлечься от себя и произносить этот звук, как будто отстранённо, но при этом ты соединяешься с теми, кто молится всеми своими силами, и этот звук уходит глубоко в твое сердце, ты как будто набираешься силы в это время, не как будто, а так и есть. Я. О чём думать? Думать о соединении с теми, кто молится. Ты как будто вот с ними сливаешься, твоя цель слиться с ними, и вот это сливание означает наполнение. Понятно? Давайте, кто хочет попробовать. Микрофончик вам. Ну, давайте вы. Вот Галина у нас приехала из Болгарии. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам надо громче включить, вы как бы не даёте возможность человеку слышать. Давайте я буду регулировать звук, то есть вы сейчас сделайте по максимуму и не трогайте больше ничего. Я регулирую звук, иначе будет трудом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот давайте, сейчас, как вы делаете. Сейчас, вот смотрите, как вы делаете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отлично. Отлично, вы поняли. Супер. Да, молодец, супер. Мы же о мышцах не думаем, думаем о молитве. Пускай расслабляется всё, что угодно. Ну, за исключением одного места, которое не должно расслабляться. Иначе, вот, запах пойдёт. Теперь слушайте дальше. Во время этого процесса, который сейчас будет происходить. Ну, то есть, есть люди, которые будут чувствовать, что им не хватает воздуха. Вам надо... Вот не хватает воздуха, сразу начинайте вдыхать. И в тот момент, когда я закончил звук, вы в этот момент... Вы дыхайте быстро. А, нет. Вот, допустим, у вас воздух закончился, вы можете сделать быстрый вдох-выдох. Передохнуть, так сказать. Передохнули. И потом, когда я закончил, начинайте быстро вдыхать. Но не слишком быстро. Вдыхайте комфортно. Не торопитесь. И вы будете чуть-чуть позже меня включаться. Но зато потом, в следующий раз, вы уже попадёте в кон, потому что у вас будет меньше уже, возможно, ну, как расстояние. И так у вас через один будет. Вы один раз вместе с нами будете делать, а второй раз, потому что вы позже начинать будете. А второй раз вы просто делаете передых. Понимаете? Если вы будете надрываться, там, счастье... Вот. То тогда это будет для вас насилие просто. Теперь следующий ещё момент. Надо произносить очень... Во-первых, звук не должен быть слишком громким для вас, потому что у вас летят голосовые связки сразу. Понятно? Звук не должен быть слишком громким, и он должен быть от сердца, а не от горла. Вот смотрите, допустим, я произношу. Счастье! Вот. От горла. Когда я горлом произношу, сразу у меня перегрузка начинается. Вот второй вариант. Даже высокий звук всё равно я опускаю вниз. Вот. Даже высокий звук я опускаю вниз. Понятно? И тогда горло не перегружается. Ещё надо понимать, что если вы слишком громко, то у вас начинает сразу страдать голосовые связки. Поэтому вы произносите не громко, но тонко. Ща-а-а-а-а-а-а-а. То есть громко сильно не надо произносить. Понятно? Следующее, что я хотел бы вам сказать, это ваше состояние внутреннее. Естественно, что многие из вас никогда не побеждали судьбу, вот этим не занимались. Для вас это непонятно всё. Или вы, допустим, там тараторили молитву, думали, что это побеждается судьба. И вот так побеждали судьбу. Это все просто глупости. От этого ничего не меняется в жизни. Молитва должна идти из сердца. Поэтому я замедлил, так сказать, процесс для того, чтобы вы все научились включаться. Для того, чтобы вы включали сердце во время вот этого процесса. Это очень важно понять, почему я так медленно все делаю, чтобы у вас было время начать думать о Боге, вспоминать, память включить. Потому что память не включается за 5 секунд. Нужно время, да? Поэтому у нас 4 вдоха, 4 выдоха у большинства людей. То есть я заканчиваю произносить, вы вдыхаете спокойно, никуда не торопитесь. Не обязательно вам вместе со мной надо. И когда, если вы резко будете вдыхать, у вас будут очень плохие, неприятные процессы в организме произносить. Вот вы выдохнули, дальше надо спокойно вдыхать. Не торопиться никуда. Понятно? Я буду перед каждыми звуками делать небольшой переливчик на вдох. Поэтому никуда не торопитесь. Не спешите. Следующее, что нужно знать. Если вы чувствуете, что у вас ничего не получается, тогда прямо смотрите на меня. Или туда, или сюда. Как вам удобнее. И вместе со мной, вот вы как бы мысленно просите, помогите мне. Я в этот момент почувствую вашу потребность и включусь в вас сильнее. И вам будет легче. Хорошо? То есть не получается. Сразу раз настроились на меня. Я как дирижер буду. Там-пара-рам-пам-пара-рам. Ну то есть я буду дирижировать процессом. Вот. Насчет положения тела. Вот вы, допустим, сидите в каком-то положении тела. Допустим, вы сидите просто облокотившись на спинку стула. И как бы... Значит, у вас ничего не получится. Потому что это положение тела не побеждает судьбу. Вот, допустим, я вот сажусь вот так. Я желаю. И так далее. Ну то есть разум, когда человек, спина расслабляется, разум спит. Спина напрягается, разум активизируется. Вот. Поэтому даже если вы просто за стулом сидите, даже ногу под себя не погнули, лучше хотя бы одну ногу под себя подгибать. Хотя бы одну. Если даже ногу не подогнули под себя, значит тогда хотя бы спина прямая. Если вы облокотились на спинку стула, вы зря потратили время. Все это будет бесполезно просто. Пустая потрата времени. Лучше всего залезть на сцену или встать по бокам. Ну как бы найти какое-то положение тела, которое действительно вас включит. Потому что, еще раз повторяю, у вас уникальная возможность реально справиться с каким-то событием в жизни. Потому что, так как много людей, это все дает огромные возможности. Кстати, здесь вентиляция есть или нет? Окна открываются? Вам воздуха хватает или просто прохладно? Просто прохладно. Воздуха, когда не хватает, идет духота. То есть, ну, не хватает воздуха, нужно открывать окна. Это очень серьезно. Окна есть. Берите, открывайте их. Иначе люди не смогут. Это сейчас потребление кислорода будет колоссальным. Вот берите все окна, открывайте. Кто-то этим занимается, чтобы воздух пошел в зал. Вентиляция никогда не справляет с воздухом. Она просто охлаждает. Не забывайте, сейчас лето, и воздух заходит с большим трудом, потому что жарко. Если штора стоит, штора стоит, вы открыли окно, там штора, ничего не зайдет сюда. Штору надо убирать. Любой ценой, как ее там вытаскивать оттуда нужно. Что-то делать с ней. Вот то окно, которое вот там, смотрите, вот вы окно открыли, там штора мешает. Она не даст воздуху идти. Надо ее убирать. Да, ее надо завязать, просто что-то с ней делать надо. Да, вот так можно, да, еще как, что-то делать, да. О, уже сейчас получше. Вот, отлично, да, супер. Молодцы. Все, сражайтесь за воздух, да. Убирайте шторы. Вытаскивайте их. Видите, вот сейчас воздух, да, есть в зале, чувствуете? Уже так не мутит, уже как бы жарко, вот это лицо не горит. Лицо горит от нехватки воздуха. Сейчас расслабило, да, легче стало. Все, воздух пошел, слава Богу. Хорошо, все опять на меня сосредоточились, все. Значит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...